Время жить. Здравствуйте! Сегодня, как и всегда, поговорим о самом главном. Смотрите в этом выпуске. Потребление куриных яиц полезно для сосудов мозга. В России отметили день борьбы с инсультом. И родители детей-аутистов ищут пути социализации. Ученые выяснили, что потребление куриных яиц полезно для сосудов мозга. Всего одного яйца в день хватает, чтобы снизить риск инсульта в пожилые годы на 12%. Такие результаты показали исследование Американского института Эпидстейт. Отмечается, что в яйцах содержатся антиоксиданты, понижающие уровень кислородного давления на клетки и подавляющие воспалительные процессы. Кроме того, эти продукты – прекрасный источник белков, уменьшающих давление в сосудах. Согласно данным, потребление яиц оказалось связано не только со снижением вероятности наступления инсульта, но и развитие коронарной болезни сердца. Инсульт можно сравнить с метеоритом. Мы знаем, что такие вещи в природе существуют, но надеемся, что нас они не коснутся. Это коварное сердечно-сосудистое заболевание наносит удар внезапно. Жизнь и здоровье человека зависит от того, как быстро ему оказана помощь. Смотрите в нашем сюжете, как распознать признаки инсульта. Инсульт – одна из ведущих причин смертности и инвалидности во всем мире. Именно поэтому 29 октября отмечался Всемирный день борьбы с инсультом. Врачи в этот день еще раз напоминают, что это такое и как можно предотвратить его появление. Это мозговая катастрофа. Он бывает двух вариантов. Геморрагический инсульт, то есть кровоизлияние в мозг. Обычно это бывает разрыв сосуда вследствие повышенного давления, когда давление становится критичным. Второй причиной является врожденные аномалии развития сосуда, которые могут быть в любом возрасте. Это может быть и у детей, и у пожилых людей. Второй вариант инсульта – это инсульт ишемический. Это когда какой-то крупный или среднего калибра сосуд закрывается тромбом, например, или атеросклеротической бляшкой, или эмболом. То есть кусочком, например, тромба, принесенным током крови из какого-то другого источника, например, из сердца. В любом случае происходит нарушение кровообращения в каком-то участке мозга. Ну и возникает симптоматика, которая связана с нарушенной функцией данного участка. Инсульт – коварное заболевание. Он наносит удар внезапно. Жизнь и здоровье человека зависят от того, насколько быстро ему оказана помощь. Для распознания инсульта во всем мире применяется простой тест – FAST. В переводе с английского – face – лицо, arm – рука, speech – речь, time – время. Эта аббревиатура складывается из самых распространенных симптомов инсульта. Если у человека опустился уголок рта, повисла рука, он не может говорить и не реагирует на речь. Это инсульт. Очень важный момент – время. Чем быстрее человек обратился, быстрее определились с характером инсульта. Есть высокотехнологичные методики лечения, которые позволяют очень многие проблемы, многим спасти жизнь при своевременном обращении. Для нас это 4-4,5 часа. Вот это вот золотое время, когда можно обратиться вовремя и радикально изменить судьбу больного. Он не погибнет, он будет жить, он будет двигаться, не останется лежачим. Вернуть речь после инсульта помогает бусинка для языка. Уникальный прибор создали ученые из Рязанского медуниверситета. Небная пластина, в центре которой закреплена петля из проволоки, с надетой на нее подвижной бусиной. Используя его, пациент тренирует язык и восстанавливает речевую активность. При этом врачи изучают дефекты и устанавливают элементы на проблемных участках, рассчитывая длину петли по степени нарушения подвижности языка. А стоматологи, к пациентам, принесшим инсульт, казалось бы, никак не относятся. И, соответственно, восстанавливая подвижность языка, двигательную активность языка, за счет создания вот этих афферентных нервных связей, в общем-то, происходит возбуждение пораженных участков головного мозга инсультом и постепенно их восстановление. То есть, так как подход был от обратного, то, соответственно, наверное, он имеет определенную уникальность. Восстанавливать утраченные навыки, способности ходить и двигаться помогают в Рязанской областной клинической больнице. Здесь мы видим стенд бытовых навыков, которые позволяют пациентам восстановить нарушенные функции. Мы видим здесь лампочку, которую пациент приучает, может вкручивать и выкручивать. Мы видим здесь краны, на которые пациент, опять же, обучается обеими руками выполнять эти функции, чтобы руки работали одновременно. Дальше мы видим выключатели, телефонный аппарат, ключ, с помощью которого пациенту учится опять делать определенные привычные движения. И опять же подчеркну, что это носит не только вот такой утилитарный момент, что пациент научится. Это опять работа с кистью для восстановления нарушенных высших функций организма. Вот этот такой небольшой уголок, то, что называется бытовой кухней. Для обучения, возвращения обучения навыков пациенту, как уже вести себя на своей собственной кухне. Мы видим здесь опять кран, мы видим здесь посуду, чайник. То есть пациенты здесь учатся, они могут налить воду, пусть у них сначала всё это проливается. Как им выдерживать равновесие для того, чтобы у них в чашечке осталась вода. Как это взять, чашечку поднести. Здесь всевозможная крупа, которую тоже опять же пациенты, они учатся вот насыпать её там в миску, взять ложку, что-то это сделать. По статистике частота заболевания такова, что инсульт находится на третьем месте после инфарктов и онкологических заболеваний. И второе место среди всех причин смертности населения. И хотя инсульт всегда считался болезнью пожилых, в последнее время врачи бьют тревогу. Инсульт молодеет. Причина тому совокупность сразу нескольких факторов, в том числе и неправильный образ жизни. Статистика такова, что среди тех, кто выживает после инсульта, процентов 80-90 имеют инвалидизацию той или иной степени. То есть это люди, которые не способны дальше продолжать тот образ жизни, например, работать, который они вели до инсульта. А восстановление может продолжаться в разные сроки. Кто-то восстанавливается быстро, в течение нескольких недель или месяцев. Есть люди, которые не восстанавливаются никогда и остаются, к сожалению, инвалидами, требующими постороннего ухода. Инсульт – это не та болезнь, которая возникает внезапно и развивается моментально. Процессы, приводящие к инсульту, накапливаются постепенно, годами, а иногда десятилетиями. Это, так сказать, последняя капля, переполнившая чашу. Причины инсульта могут быть разными в зависимости от возраста. Например, у молодых он может стать результатом воспалительных поражений сосудов или их закупорки тромбами. В старшем возрасте инсульт чаще всего связан с атеросклерозом. В основном существует пять показателей, которые могут… Ну, как бы, риск развития инсульта или инфаркта увеличивается. Это мужской пол, это возраст старше 45 лет, это высокое артериальное давление, которое повышается часто выше 160 на 90. Это повышенный уровень холестерина в крови, то есть выше 5 ммол на литр, и ожирение, то есть избыточная масса тела. То есть 5 вот этих показателей, которые увеличивают риск развития таких серьезных заболеваний, как инсульт или инфаркт. Регулярные методы профилактики инсульта следующие. Регулярно измерять артериальное давление, а уровень холестерина хотя бы один раз в год. Составить правильно регулярное питание, наполнять ежедневный рацион витаминами, овощами и фруктами и избегать вредной жирной пищи и фастфуда. Отказаться от курения, не злоупотреблять алкоголем и заниматься регулярной физической нагрузкой. С каждым годом все больше детей получают диагноз «аутизм». Таким ребятам сложно адаптироваться в окружающем мире, налаживать с ним контакт. Несмотря на то, что в последнее время проблема детей с аутизмом придается большой огласке, нежели раньше, государство и общество все еще не готовы принимать таких детей. В школах отсутствуют условия, а специалистов, умеющих работать с этими детьми, катастрофически мало. В Рязани пути социализации. Своих детей стали искать родители. Но прежде чем мы покажем сюжет, хочу показать вам социальный ролик, посвященный проблемам людей с синдромом аутизма. Каждый раз, видя их, мы стараемся быстрее отвести взгляд. Сторонимся. И вовсе избегаем любого контакта. В мире живут сотни тысяч людей с синдромом аутизма. Каждый из них уникален. Они другие. Не такие, как все. По-другому видят. По-другому чувствуют. И думают. Их эмоции скрыты от посторонних. Их поступки и действия как пугают окружающих. Так и удивляют. Огромное количество талантливых и известных людей во всем мире живут синдромом аутизма. На протяжении всей жизни люди с синдромом аутизма преодолевают огромное количество страхов и барьеров. Нормали для обычного здорового человека. Боязнь света. Громких звуков. Боязнь общения и контакта с людьми. Отсутствие понимания эмоций и чувств. Нарушение речи. Или полное ее отсутствие. Это лишь малая часть того, что испытывает человек с синдромом аутизма. Они другие. Маленькие гении, живущие в своем маленьком мире. Аутизм – это не болезнь. Его невозможно выносить. Но можно и нужно помогать другим людям. Адаптироваться к социальной среде. И не чувствовать себя лишним в этом большом мире. Задумайтесь о проблемах людей, которые вокруг вас. И мы сможем изменить мир к лучшему. Они тоже любят, боятся, страдают. Но совсем по-другому. По-своему. Аутизм – весьма противоречивая болезнь. Такие дети могут быть и высокоинтеллектуальными, и умственно отсталыми. Могут быть одаренными в какой-то области. Но при этом не иметь простейших бытовых и социальных навыков. Ребенок может быть достаточно умным, но социально совершенно не адаптирован. То есть он не знает, как выйти из дома, и как перейти дорогу, и как купить себе хлеб с молоком. И не знает, как налить это молоко в стакан. Родители, детям которых поставили диагноз – аутизм, сегодня столкнулись с такой проблемой. Работающая недавно в стране система инклюзивного образования на деле оставляет желать лучшего. Причиной тому – совокупность сразу нескольких факторов. Это недостаток квалифицированных педагогов и неспособность и нежелание общества впускать в себя особенных детей. Приходим в общую образовательную школу по месту жительства у нас. Беседуем с директором. И директор, естественно, говорит, я в шоке. Я в шоке от того, что я-то рада вас принять. Приходите к нам. Но у нас нет тьютеров для вас. У нас нет педагогов. Надомное обучение, пожалуйста. Надомное. Мы всем везде кричим. Нельзя нашим детям надомное обучение предлагать вообще в принципе. Потому что если нужно убить наших детей, давайте посадим их на надомное обучение. Потому что детям-аутистам обязательно нужна социализация. Закрыть ребенка дома – это значит все обречь его на вечное одиночество. Зоя – мама особенного мальчика. Не раз сталкивалась с открытым хамством даже на обыкновенной детской площадке. Мамашу уберите со своего ребенка отсюда. Уйдите. Вы все невоспитанный ребенок и такая же невоспитанная мамаша. Как мы родители? Мы родители сами уходим в себя. Мы не хотим общаться. Мы не хотим выходить куда-то с детьми. Александр столкнулся с тем, что другие родители просто заставили его забрать дочь из детского сада. Родители написали письмо на имя заведующей, что они не хотят видеть своих детей в группе с нашим ребенком. Потому что это угрожает их жизни, их детей. А маме Ване долгое время приходилось уходить из одного детского сада в другой. Причина в том же – воспитатели не знают, как обращаться и не хотят принимать. Мы столкнулись с многими проблемами. В частности, одна из тех, что мой ребенок не смог посещать общеразвивающий детский сад, потому что ни воспитатели, ни психолог детского сада не были готовы к этому. Затем мы стали посещать группу задержки детей, для детей задержка психического развития. И там тоже не сложилось. При этом родители не отчаиваются и приводят детей на занятия в коррекционный логопедический центр. Здесь с ними занимаются квалифицированные преподаватели. Главная цель таких занятий – это привить необходимые навыки, чтобы после ребенок смог пойти в школу. Мы прививаем им навыки поведения в группе, в классе, когда есть учитель. Когда учитель дает задание, направленное на группу детей, а не на одного ребенка. То есть индивидуально ребенок может работать с дефектологом, с логопедом один на один. Но когда ребенок попадает в среду, где 5, 7, 20 человек, тут ребенок не готов, конечно. Если их специально не готовить, то им будет крайне сложно. Как обучать аутистов? Нужны ли специализированные школы или единственно правильный путь – инклюзивное образование? Вопросов пока больше, чем ответов. Большинство аутистов – одаренные люди. Как правило, их талант раскрывается в какой-то узкой области. Компьютер, музыка, физика, химия. В народе аутизм называют болезнь гениев. Мой ребенок зациклен на поездах. Кататься – это самое большое и любимое, что он любит делать. Он любит лепить их из пластилина. В Даре мы только поезда, в гости к нам приходят только с поездами. На улицу мы ходим только посмотреть поезда. Действительно, среди них много потенциальных гениев, правда реализованных – единицы. Все зависит от общества, в котором они рождаются и живут. Пока исключенные социума, но не способные существовать без него. Тысячи аутистов вместе с своими родителями ждут и надеются, что однажды для них проложат дороги интеграции с двусторонним движением. С вами была программа «Время жить». Я прощаюсь с вами до следующих эфиров и желаю вам здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова